Здравствуйте! В эфире программа интервью с вами Ерлан Агисинов. Сегодня 23 октября агентство Хабар отмечает свое 20-летие, основанное в 1995 году как относительно небольшое информационное агентство. Сегодня АО Агентство Хабар представляет собой, пожалуй, крупнейший медиахолдинг на современном казахстанском отечественном телевизионном пространстве, который объединяет в себя совершенно разножанровые каналы и аналитические, информационные и культурно-познавательные, даже имеет свой спутниковый канал, который рассказывает о Казахстане всему миру. Сегодня поговорить о том, чего добились, а скорее всего о настоящем и даже о будущем. Чтобы поговорить об этом, я пригласил сегодня в студию нашей программы первого заместителя председателя правления АО Агентства Хабар Алму Ахмеджану. Здравствуйте, Алму Агалию! Добрый вечер! В первую очередь поздравляю, конечно, вас с 20-летием. Это, на самом деле, очень большое и яркое событие, конечно же, в жизни каждого из нас. Скажите, вот если проанализировать все эти 20 лет, которые работает, я считаю, успешно работает Агентство Хабар, удается ли нам справляться с теми задачами, которые сегодня ставит в первую очередь зритель, во вторую очередь государство в плане вестников, в плане, не побоюсь даже этого слова, рупора государственной информационной политики, в плане осуществления государственных реформ, реализации государственных программ? Ну, безусловно. По-другому и быть не может, поскольку, наверное, изначально эта миссия, которая была заложена при создании самого Агентства Хабар, и то, что вообще там, наверное, включено в само понятие и в само название канала, как такого агентства информационного, и по-другому быть не может. Да, мы основной, скажем так, ретранслятор государственной информационной политики. Сюда отнести можно практически все. Мы понимаем, что, да, сегодня у нас такая большая дата, 20 лет, мы в эфире. Могу сказать, что вот сегодня, даже отсматривая какие-то кадры, отматывая пленку назад, мы понимаем, что история развития страны, вернее, история развития канала – это вот такая неотъемлемая часть истории развития страны. И я думаю, что на протяжении этих 20 лет именно агентству Хабар удавалось и удается сейчас, и я уверена, что так будет всегда, доносить основные месседжи до населения, я в этом убеждена. Удалось ли, на ваш взгляд, агентству Хабар завоевать доверие зрителям сегодня? Могу сказать, что даже те опросы, которые мы проводим, которые проводят независимые экспертные агентства, они подтверждают то, что доверие к каналу, оно очень высокое. И я бы сказала так, что, наверное, даже, может быть, наглядным примером тому, насколько страна доверяет агентству, ну, вот является канал 24КЗ. Я убеждена, что это вот, если не первая, то вторая кнопка, тот канал, который включен, если не в каждом, то в каждом втором доме. У человека есть доступ ко всевозможной практической информации, да? Здесь какие необходимо сегодня развивать инструменты для того, чтобы то самое доверие, которое мы с вами заработали за эти 20 лет, чтобы его сохранить и, возможно, даже приумножить? Ну, мы понимаем, в какой непростой век мы живем. Мы живем в век цифровых технологий, и хотим мы того или нет, конечно, нам нужно интегрироваться туда. И я думаю, что наша компания, она делает все возможное для того, чтобы идти в ногу со временем. Самое минимальное то, что мы, конечно, можем предложить сегодняшнему зрителю, это, ну, как минимум, присутствие наших каналов во всех возможных, скажем, средствах связи. Будь то это мобильное устройство, будь то это обычные телевизионные приемники, я уже не говорю о каких-то неких таких социальных медиа. Это присутствие, оно быть обязано. Мы сейчас уже там, мы развиваемся в этом направлении, стараемся быть, ну, я не знаю, максимально включенными вот в этот процесс. Мы в глобальном мире, мы от этого никуда не денемся. И даже тот контент, который мы сегодня производим, мы делаем из расчета, скажем, на самого, может быть, продвинутого зрителя. Мы понимаем, насколько вообще технологии сейчас меняются, насколько вообще меняется самоотношение к телевидению. Да, мы сейчас говорим о том, что, и все мы понимаем, что время настолько сейчас быстро, настолько каждый человек дорожит этим временем, и что форма телевидения, она как таковая, она меняется уже сейчас, уже недалеко, не за горами, когда, наверное, многие из нас будут смотреть не просто там, скажем, классические, уже нет, уже мы переходим к тому, что есть такие функции, как видео по запросу, которые получают огромное развитие, скажем, не знаю, недалек тот день, когда, наверное, каждый из нас будет формировать свою сетку вещания и смотреть те программы, которые он хочет смотреть. А как вы относитесь к тому, что сейчас многие говорят, что телевидение как таковое, да, вот, вещательное, ну, к какому мы все привыкли, куда относится и Хабар, что, в принципе, он в будущем станет неактуальным, и, возможно, даже вымрет. Вот на ваш взгляд. Нет, не согласна с этой точкой зрения абсолютно. Телевидение в любом случае остается самым массовым, самым популярным инструментом, это правильно. Я, конечно, не могу предполагать, насколько далеко скакнет вообще вот цифровой наш век и какие возможности будут нам даны, там, скажем, через 20 лет, но ближайшие перспективы за телевидением, я в этом уверена. Будут меняться, скажем так, может быть, контент, будет меняться форма передачи этого контента, мы становимся мобильными, но телевидение останется. Сегодня, ну, пожалуй, только ленивый не критикует Хабар, в том числе и, в первую очередь, контент, да, о котором мы с вами говорили. Кажется, ситуация изменилась. Так. Тот контент, который сегодня представляет, я сейчас говорю не только о телеканале Хабар, а вообще о телесемействе, мы понимаем, насколько это разножанровый контент, насколько различна наша аудитория. И да, конечно, сейчас очень сложно конкурировать. Да, конечно, мы находимся в жестких, я бы сказала, таких конкурентных условиях, и не всегда, наверное, эти условия на стороне там госканалов. Но, тем не менее, скажем, рейтинги отдельных наших программ, сериалов, тех же самых новостей. А благодаря чему, вот, на ваш взгляд, сегодня поменялось вот кардинальным образом такое? Ну, мы настолько изменились за эти пять последних лет, скажем, даже вот этот скачок от канала Хабар, некого такого микса и в большей степени новостного канала. Сейчас мы стали настолько разножанровым, настолько разнообразный контент представлен. Да, мы работаем, наверное, в основном на такую взрослую аудиторию, но мы, скажем так, стараемся не усекать ни по какому из признаков нашу аудиторию. А кто ваш вообще зритель, если его, скажем, определенным образом загнать в какие-то критерии? То есть это пожилой, это молодой, это студент, это мужчина, женщина, скажем, сельский житель, наоборот, городской. Я бы не стала вот настолько конкретно ранжировать эту аудиторию нашу, поскольку в силу того, что мы являемся семейством четырех каналов, аудитория наша разная. Канал Хабар основной. Здесь мы, конечно, мы как бы так работаем на масс-маркет, и мы говорим о том, что мы хотим охватить максимально возможную аудиторию в стране. Да, это взрослое население, 18+, наверное. По полувозрастному признаку не скажу, что это, скажем, преобладание мужской или женской аудитории. Это все, скажем так, в разное время по-разному. И не берусь делить это, скажем, по какому-то социальному признаку или даже по языковому. Мы стараемся насытить сетку таким образом, чтобы, скажем так, она была интересна максимально большему числу зрителей. Если говорить о канале 24КЗ, как я уже сказала, выше это тот канал, который практически в каждом втором доме включен. И мне, на самом деле, очень интересно, и я, на самом деле, сталкиваюсь с такими моментами, когда дети говорят там, да, я это видел по 24КЗ, но для меня это, думаю, ну, значит... Это показатель, да, взрослые вскопонятно, что дома смотрят взрослые, но это цепляет и другую аудиторию. Но и 24 мы видим, что это во всех общественных местах практически, это именно тот канал, который включен. Канал Блимжене Мадиниет, она разная. Самое главное для меня, что это такая аудитория неравнодушная. Это аудитория, это люди, которым не безинтересна история страны, не безинтересна глубокое знание там, да. Это такое, ну, это же просвещение, это канал просвещения, и поэтому я думаю, что здесь она как бы немножко, наверное, не такая масштабная, как хотелось бы, но я думаю, что мы будем над этим работать. Ну, а что касается канала Казах ТВ, то сейчас это канал, который проходит, скажем так, может быть, следующий этап такой своей трансформации, поскольку те задачи, которые, скажем, стояли перед каналом на момент открытия, а каналу буквально на днях исполнится 13 лет, сейчас они немножко и видоизменились. Конечно, да, это в первую очередь, это продвижение страны нашей за рубежом. Давайте поговорим о будущем. Каким вы его видите, скажем, это уже относительно стратегического развития канала? Сегодня вот 20 лет мы подводим итоги, для нас, для всех, для руководства канала, в первую очередь, это такой некий новый этап, виток развития. И понятно, что мы вот так, по прошествии этих 20 лет, чего-то добились, чего-то хотим еще достичь. Модное сейчас в стране слово трансформация, в котором живут, и в процессах, в которых существуют многие наши компании, нацкомпании в том числе, я думаю, что и нашу компанию не обходят стороной, и те процессы, наверное, которые у нас сегодня уже начались, ну, как минимум, например, трансформация новостной службы, агентства, это, наверное, такой первый этап из той пятилетней стратегии, которую мы сегодня для себя определили. И, пожалуй, последний вопрос. Вот говорили с вами больше о настоящем и о будущем, да? Есть ли какие-то, может быть, сожаления, может быть, где-то какие-то недоработки относительно того, что мы могли бы сделать за эти 20 лет, каким бы мы могли бы быть? Есть какая-то такая планка, и есть ли то, что кажется вот вам, может быть, внутри вас сидит, да? Что-то такое, что да, мы могли бы быть лучше, вот на вашем. Ну, я думаю, что это, наверное, здравая оценка любого человека, немножко с критикой смотреть на то, что ты делаешь, и, конечно, определенные сожаления, они, ну, возникают, да. Например? Смотришь, может быть, какую-нибудь программу на каком-нибудь другом канале, страшно нравится, думаешь, ну, блин, ну, а чего ж ты не додумался до вот этого формата, да? Ну, это же так классно. И когда находишь, ты видишь, ну, успехи, скажем так, конкурентов где-то, начинаешь вот, думаешь, вот совсем рядом. Ты был, но ты этого не сделал. Это, к сожалению, возникает. Что-то получается лучше, что-то получается хуже. Хуже компания, которая постоянно в развитии, компания, которая, скажем так, не бездействует. Понятно, что, ну, все мы имеем право на ошибку. Большое спасибо вам, Алина, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию, чтобы поделиться своими мыслями. Я желаю вам только всего самого наилучшего, и, в первую очередь, конечно же, достижений как можно больших творческих высот, и, самое главное, чтобы были всегда хорошие показатели, и был всегда доволен вами ваш зритель. Спасибо. Ну, я хотел бы напомнить о том, что сегодня в нашей программе принял участие первый заместитель председателя правления АУ агентства Хабар Алма Ахмеджанова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова